Владимир Путин сегодня в Париже с кратким рабочим визитом. Он участвует в торжествах по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. За поездкой российского президента в столицу Франции следит мой коллега Стас Натанзон. Он на прямой связи. Стас, здравствуйте. Расскажите подробнее о программе визита Владимира Путина в Париж. Есть ли в плане поездки президента России переговоры с главами государств-участников торжеств? Здравствуйте, Вера. Нет никаких полноформатных двухсторонних переговоров у Владимира Путина в Париже не запланировано. Известно, что французский президент Эммануэль Макрон настоятельно просил всех участников церемонии в честь столетия окончания Первой мировой войны не организовывать параллельных политических мероприятий, чтобы не размывать информационный фон того события, которое французы организовали. Надо сказать, что погода сегодня для церемоний под открытым небом выдалась не очень хорошая. Тем более, что многим главам страны и правительств предложили дойти пешком до Триумфальной арки. Вот вы видите, она за моей спиной по Елисейским полям. И шел дождь, дул ветер. Мы видели, как, например, у президента Литвы, госпожи Грибаускайте, чуть не вылетел зонт из рук. Американский президент Дональд Трамп приехал к Триумфальной арке на машине, уже непосредственно к месту проведения церемонии. И после него приехал сюда же Владимир Путин. Мы видели, как российский президент, придя на место, где собрались лидеры, пожал руку сначала находившемуся рядом с ним Эммануэлю Макрону, потом Ангеле Меркель и потом Дональду Трампу. Причем американскому президенту еще и показал большой палец вверх. Мол, все хорошо. Известно, конечно, что Путин и Трамп должны были в Париже провести те самые двухсторонние переговоры. Но вот Макрон попросил этого не делать. И теперь переговоры, видимо, пройдут в конце ноября на саммите большой двадцатки. Вообще, мероприятие, которое сегодня здесь проходит, похоже на такой бенефис Макрона, что ли. Он сначала торжественно, с таким грозным, или это должно было быть, наверное, торжественным видом, прошел перед войсками. Два раза сыграл французский гимн. И на протяжении очень долгого времени только один Макрон произносил и до сих пор произносит свою речь. Других публичных заявлений, касаемых не сегодняшнего мероприятия, не запланировано. Чуть позже Владимир Путин должен возложить цветы к памятнику солдатам и офицерам русского экспедиционного корпуса, которые защищали Париж от немцев в Первую мировую войну. И потом Владимир Путин должен принять участие в торжественном ланче для высоких гостей, где, возможно, что называется, на ногах, поговорит в том числе и с Дональдом Трампом. Источники говорят, что затронут тему ракет средней и малой дальности, договора, из которого Америка вышла. Вера. Спасибо, Стас. Стас Натанзон рассказал о визите Владимира Путина в Париж. Продолжение следует...